У меня есть такое предложение, я включил запись, есть такое предложение, немножко повторение сделать прошлой темы, кто может быть помнит, о чем шла речь. Это у нас была Иоанна, третья глава, насколько я помню, это было, может быть, парочку тезисов. Можем посмотреть виблии, кстати, ради интереса, так сказать, себе напомнить. В прошлый раз мы говорили о том, что, наверное, самый важный стих, один из самых важных стихов в Слове, в Писании, который от Бога, это то, что Господь настолько возлюбил людей, что Он послал к ним своего Сына, не для суда, а для спасения. Отлично. Что каждый верующий, который поверит в Него, как в Сына Божьего, будет спасен, будет иметь жизнь вечную. Отлично, отлично. Да, это, по сути, центральный стих. И, кстати, во многих церквях, реформаторских или протестантских, вот есть этот прямо текст, вот заходишь, он прямо такими большими буквами на зданиях, там на стенках, вот есть этот текст. Да, абсолютно верно. Да, и мы еще там, помните, разговаривали немножко о том, что неверующий человек уже осужден, потому что не уверовал в Иисуса Христа. То есть это не то, что его ждет суд, он уже осужден, вот, потому что он не уверовал в Христа Спасителя. Вот, и всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к нему, чтобы обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явно были дела его. То есть, как бы, отношение человека, ну, то есть, как определить действительно у человека или спасительная вера, или мертвая вера, зависит от того, насколько человек предрасположен к добру, к свету. То есть, если человек, например, он тянется к истине, он хочет познавать Бога, он хочет в этом возрастать, то это говорит о том, что в человеке есть вот эта божественная искра, и человек, он все-таки в этом направлении. Если человек, даже будучи религиозным человеком, даже называя себя верующим, но он живет двойной жизнью, как бы, такой лицемерной, да, то есть, он не тянется к Богу, он не тянется к добру, даже называя себя верующим, то этот человек в опасном положении, потому что он делает зло, и он делает дела тьмы, как бы. Вот, в принципе, об этом шла речь. То есть, с одной стороны, у нас есть исповедание веры, мы верим, что в Бога, да, и в Спасителя, вот, но с другой стороны, наши поступки, наши дела либо подтверждают это, что мы действительно вот спасены, да, либо опровергают это, что они поддают сомнения, действительно ли наша вера спасительная. Вот это, в принципе, об этом тоже была интересная речь. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас откроем текст из Библии, это будет у нас Евангелие Теана. 11 глава, вот, текст достаточно такой обширный, но мы его выборочно прочитаем, потому что он очень-очень поучительный, я думаю, что было бы здорово его пройти, это Евангелие Теана, 11 глава, но мы прочитаем выборочно с 1 по 5 стих, вот, а потом продолжим уже с... с 20 стиха по 40, сейчас я скажу точнее, по 45, с 20 по 45, с 1 по 5, с 20 по 45. Друзья, кто бы хотел прочитать? Друзья, кто бы хотел прочитать? Евангелие Теана, 11 глава, 11 глава, 11 глава, 11 глава, 11 глава, 11 глава, с 1 по 5 стих, а потом с 20 по 45. Я могу попробовать, Сергей, но я такая могу запятаться. Ничего, ничего, тут абсолютно... Скажи, я правильно нашла? Был болен... Абсолютно верно, да, 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 да. Ага. Смотри, я нашла, был болен некто Лазарь, это правильно? Правильно, да, да, конечно. Да? Ага. Да, ну я попробую, Сереж. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, жили Мария и Марфа, где жили Мария и Марфа, сестра его. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь. Тот, кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. А далее... Да, знаете как, смотрите, давайте еще 6-7 стих и потом с 20-го. Когда же услышал, что он болен, то прибыл 2 дня на том месте, где находился. Пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять к Иудею. Да, а теперь с 20-го. Да, и с 20-го. И теперь с 20-го. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит, воскреснет твой брат, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли, Симон? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказавшая это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не выходил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевший его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев и плачущих, сам воскорбил духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любит его. А некоторые из них сказали, не мог ли сень, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренне, подходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребельными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеи, пришедших к Марии и увидевших, кто сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим мы его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и обладеют и местом нашим, и народом. Я думаю, что... Одним из них... Ирина, пока все, спасибо большое. Да, там уже немножко другая история начинается. Вот. Спасибо большое, отлично, отлично. Вы отлично прочитали, поэтому супер. Смотрите, у меня есть такое предложение, этот текст просмотреть. Но, в принципе, ее, эту историю многие из нас знают, как бы. Но все равно было бы хорошо нам ее пересказать, сделать пересказ. Вот. И потом немножечко, как бы, по нашим трем вопросам ее разобрать. Кто-то, может быть, хотел бы уже сделать пересказ? Или нам надо время просмотреть ее? Ну, начинается все с того, что умер Лазарь, который был братом двух сестер. Но и так же его знал Иисус. То есть, когда уже послали за Иисусом сказать, что Лазарь умер, были все, ну, как в трауре, да, потому что очень все любили его. И когда Иисус пришел к этому дому, то эти две сестры, Марфа и Мария, были как бы в таком, ну, как бы в сетовании, да, что если бы Иисус находился рядом, то такое бы не произошло с Лазарем. Так, а дальше было... Ничего, ничего, если пока на этом, ничего страшного. Может, кто-то хотел бы продолжить эту историю или что-то добавить, что было сказано? Хотела бы добавить, что вначале он был просто болен. Когда Иисуса послали вначале, он был болен, он не умер тогда. И Иисус два дня еще оставался, и уже когда он пришел, ему сказали, если бы ты был здесь, он бы не умер. Отлично, отлично. Да, то есть, как будто он замедлил специально, да, то есть, ну, то есть, это интересно, и вообще интересный текст. Как бы, вместо того, чтобы поторопиться, да, там к вам приходят, говорят, Сережа, быстрее, там человек, там ему плохо. А вместо того, чтобы поторопиться и помочь, я такой, а, ну, хорошо, я еще на кресле посижу, сейчас еще кофе допью. Вот, вот, то есть, вот такая ситуация вышла на самом деле. И она была для людей абсолютно непонятная. Вот, и, в принципе, Иисус дождался до состояния, пока он точно не умер. Вот, то есть, это было преднамеренно сделано. Но также Иисус сразу, потому что Иисус ведь знал, как все произойдет, и он сразу говорил, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Отлично, да, 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 точно, точно. То есть, это было такое специальное событие, ну, как бы событие, которое имело такую небесную цель, да, такую вселенскую цель как-то. Ага, отлично. Хорошо, может, еще что-то хотелось бы добавить к сказанному? Ну, я думаю, что он, может быть, поэтому и затянул на два дня, потому что это больше дало веры в него впоследствии, потому что, ну, как это Марфа говорит, Марфа ее звали, да? Да, да, да. Да, говорит, что, да, ну что ж, уже четыре дня прошло, он уже там смердит и все такое, вот. А тем не менее, то есть, еще это больше усилило его, ну, как, возможности, то, что он сделал. Ну, я так поняла. Да, 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 абсолютно верно. То есть, конечный результат, он превзошел все абсолютно ожидания, да, то есть, люди, как бы, ожидали одно, оно не получилось то, что они ожидали, но в результате получилось намного лучше, ну, очень много, как бы, было достигнуто целей. Во-первых, и человек был воскрешен, потом люди уверовали, люди уверовали, что это не просто человек и пророк, это Сын Божий, это Бог, который имеет власть воскрешать, а вот. И сразу же, еще в конце этой истории, тоже интересный такой был момент, да, то есть, люди разделились на две категории, да? Одни написано, люди уверовали, а другие, что, кто запомнил, что они сделали? Другие люди, одни уверовали, а другие. Пошли к фарисеям? Да, пошли к фарисеям, то есть, они пошли, как бы, ну, не с тем, чтобы сказать фарисеям, что, ребята, давайте уверуем, все-таки он хороший человек, он, Бог. Нет, они пошли, как бы, просто, ну, доносчики, они просто донесли к фарисеям, ну, правящие элите, да, того времени, это были лидеры Израиля. И такие, о чем они задумались? Они задумались сразу же о покаянии вечной жизни и о том, что ничего, если это надо, человек воскреслился. О чем они начали сразу думать, толковать? Ну, о том, что это все очень странно, да, и, ну, сразу, как бы, ставить под сомнение. Да, и они, помимо того, что под сомнение, плюс, они начали переживать, что... Они переживали, да, они стали переживать за то, останутся ли они у власти. Вот. За свое теплое место они переживать стали. Да, 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 да. То есть, они же, вы понимаете, говорит, если мы так просто это оставим, это же в него же-то все уверуют, вы понимаете? Хотя парисеи-то были религиозный лидер, это не просто были хорошие люди там или плохие люди, это были, ну, считайте, священники того времени, религиозные люди. То есть, наоборот, они должны были сказать, ура, пришел Бог, надо ему поклоняться там, давайте сейчас все вместе так соберемся, пойдем и воздадим Богу хвалу. Не-не-не, куда там. То есть, у них сразу же сработал инстинкт самосохранения, хватательный рефлекс. Хватайся за кресло, потому что будут проблемы. Да. Ну, интересные, да, такие тоже отношения. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас... Очень жизненно. Ага, да-да. Извини, я говорю очень жизненно. Очень, очень. Это очень жизненный текст, на самом деле. И ничего, на самом деле, не поменялось, да, за этот... Сколько мы вот живем, то есть, ситуация, она, в принципе, не меняется. Люди как бы одинаковые. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас попробуем этот текст разобрать по нашим трем вопросам. Вот. Ну, единственное, что я буду пользоваться, ну, вот таким вот... Ну, как бы вот этим вот прокруткой, потому что у меня, видите, у меня сильно длинный текст, мне будет тяжело сделать этот скриншот. Давайте начнем, наверное, с первого по седьмой стих, наверное, да? С первого по седьмому или по шестой, допустим, и потом мы уже перейдем к двадцатому. Что мы здесь о Боге узнаем? Наверное, с четвертого, да, стиха? Он видит наперед, знает наперед. Да, то есть Бог видит наперед события, которые происходят, даже не самые хорошие события в нашей жизни, да? Вот, еще что может быть, какая мысль здесь? Вот, может, третьим стихе. Может, третьим стихе что-то о Боге мы здесь узнаем? Ну, что он любил Лазаря? Да, он любил Лазаря. Видите, Бог, ну, интересно, так прям выделено было, что вот, Господи, вот кого ты любишь, он болен. Вот, ну, вот, в принципе, это было такая, ну, видно, абсолютно, как бы, ну, как сказать, ну, то есть, он, в общем, было вообще такое принятое такое мнение, что Иисус именно вот любил Лазаря. Интересно так, да, выделено тут. Хорошо. Может быть, шестой стих тоже. Вот, пятый стих тоже. Мы можем тут, как бы, сказать, сделать такой, как бы, вывод, да, что Господь, если и медлит, то Он все равно не опаздывает. Вот, хорошо, да. То есть, Он наперед знал, что Он это сделает. Он был, ну, как уверен в своих, ну, возможностях тоже, да, Он знал, что Он это сделает, поэтому Он не торопился. Ну, не знаю, то ли для того, чтобы усилить эффект, то ли из каких-то других своих соображений, но Он был уверен, что это в Его силах. Правильно? Ага, да, 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 абсолютно верно. И, смотрите, Бог часто может замедлять процессы. То есть, мы всегда, знаете, как молитва СОС, Господи, сейчас, в сию же минуту, а Бог нет, раз, Он говорит, а, хорошо, все. Да, чтобы люди больше осознали, чтобы люди, наверное, больше осознали, если это все-таки, ну, вот, результат, чтобы оценили больше. Да, да, то есть, видите, как бы для Бога конечный результат важнее, то есть, ну, как это сказать, ну, то есть, что бы произошло, если бы Он воскресил Лазаря, ой, исцелил сейчас? Ну, люди бы не прочувствовали вот этот вот, сам контраст, вот это чудо, да? То есть, ну, был болен Лазарь, ну, плохо сильно ему было, ну, пришел Иисус, помолился, исцелил. Ну, люди, ну, так Он же и до этого, как бы, исцелял, ну, что тут особенно. А контраст, видите, когда произошел, что люди, они, как бы, дошли до той точки, когда вообще не возврата точки, точка не возврата. То есть, Он просто умер, и люди осознали, что все, уже возможности, шанса нет. Ну, да, четыре дня уже все пропало, уже ничего не вернешь, да, и в этот момент Он доказал им свою силу. Да, вот представляете, так удивительно, что, но Бог абсолютно эту ситуацию держал под контролем, правда, этим? Вот, то есть, Он абсолютно все, хотя интересно, я прочитал в другом переводе, что место, где находилось, вообще, расстояние вот между ними, это чуть ли не там не три километра было, что-то такое. Там очень, очень близко вообще это было, то есть, не надо было куда-то далеко там бежать, то есть, буквально, вот, когда до Азды дойти вот от нас здесь, вот, ну, полчасика там, так, знаете, не напрягаясь, как бы, вот. Вот, ну, я точно не, ну, как бы, можно будет уточнить этот момент, вот, но вот интересно, что, вот, Вифания же была, смотрите, 18 стих, Вифания же была близ Иерусалима стадии в 15-ти, и многие людей, из людей пришли к Марте утешать ее, а братья их. Вот, просто интересно, 15 стадий, сколько это стадия, значит, 15 стадий, да, вот, интересно просто даже посмотреть, сколько это, ну, перепроверить даже. Вот, смотрите, это приблизительно 3 километра, одна стадия примерно равняется 180-200 метров, то есть, это вообще, это, это идти, ну, ну, полчаса там, может, ближе даже. А Христос задержался на 6 дней, считайте. С момента того, как поступила информация о том, что болен Лазарь, вот, или сейчас давайте даже вот так посмотрим, наверное, так было. Ему говорят, когда, он на 2 дня остается еще там, он умирает, Лазарь, и через 4 дня он приходит. Ну, то есть, все это, я так понимаю, заняло 6 дней где-то, весь этот процесс, настолько растянулся процесс от получаса до 6 дней. Вот, то есть, 6 дней он был в гробу, а когда ему поступила информация, он еще на 2 дня остался там, где он находился, да, в Иерусалиме, я так понимаю, что он был. Да, в Иерусалиме, в общем. А, или подождите, Лазарь, значит, в общем, да, наверное, как-то так. Ну, в общем, в любом случае, как бы, очень все это было растянуто очень сильно во время. То есть, ну, то есть, Бог, он не всегда торопится с тем, чтобы отвечать на наши нужды и молитвы, да. Да, но всегда конечный результат, он, несомненно, ну, такой превосходный просто получается с Богом. Хорошо, друзья, давайте немножко переместиемся сейчас с 20 стиха и немножко тоже здесь узнаем о Боге, что мы здесь узнаем. Может, 21 стих. 22, что-то такое вот. Ну, в общем, пока делимся, что у нас тут видно. Извини, я, Сереженька, извини, я отвлеклась. На чем мы сейчас? А, мы сейчас с 20-го ниже идем. С 20-го ниже о Боге, да? Да, 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 да. Там 23-е, 22-е. Да, можем тут сказать, что вот если там смотреть на эти 20-х, чтобы, как бы, чего не попросишь, у Бога даст. То есть, Бог отвечает на молитвы. Так, отлично. То есть, Бог отвечает на молитвы. То есть, потом, Бог отвечает особо на молитву Христа, да, то есть в Троице они взаимодействуют очень тесно. Хорошо, отлично. Еще что, друзья, мы видим здесь? Ну, и Бог еще раз говорит, что я есть, что Он и есть жизнь, что тот, кто верует в Меня, никогда не умрет, не умрет вовек. То есть, если и умрет, то будет оживлен. Да, то воскреснет. Еще интересно, смотрите, 21-й стих, что Богу часто приходится выслушивать упреки в свой адрес. Ну, по сути, как бы Марфа его упрекала. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Где же был Бог, когда вот то-то и то-то? Ну, вам ничего не знакомо здесь? Вот это. Что Богу часто приходится слушать вот, ну, как бы такие упреки, как бы, да, ну, неприятные. Ну, то есть Марфа, как бы ему в вину стоит. Нет, оно как бы можно понять ее, потому что они заблаговременно его предупредили. Это не то, что они уже, знаете, Лазарь же умер, как год лежит бы в этой, там, на кладбище. А тут, если бы исцели нашего брата, ну, он уже, извините, уже год там лежит, как бы, ну, они, как бы, наоборот, они так заблаговременно, они так постарались. В тот раз, как будто бы Бог проигнорировал, да, то есть, вот эту просьбу, и, вроде бы, она имеет право на упрек, как бы, да, с одной стороны. И вот Бог, вроде бы, выслушивает это. Вот. Ну, смотрите, 23-й стих, да, он говорит, воскреснет, брат мой. Ну, у Бога есть ответ, как бы, на этот упрек, видите, но он ничего не говорит. Там, например, да как ты смеешь, я же Господь, кто тебе дает право меня упрекать, я тут все знаю, все умею. То есть, ну, то есть, он понимает, он понимает природу человека, что мы люди по природе, мы, как бы, часто к Богу относимся с упрекой. А где же Бог, почему столько воин там на земле? Ну, это очень много-много, да, ну, то есть, вот, часто вот люди, они высказывают упреки в сторону Бога, как будто бы Бог некомпетентный, или он игнорирует, как бы, происходящее событие, да. Вот, но смотрите, какая реакция Христа. С одной стороны, он говорит, он дает, ну, как бы, надежду, что он воскреснет, брат, а потом, что еще, смотрите, что мы видим о Боге здесь? И дает обетование вечной жизни, что тот, кто верующий в меня, даже если умрет, оживет. Ага, да, дает обетование. Потом, смотрите, 32 стих еще, он еще раз выслушивает упрек свой адрес, только уже от Марии. Представляете, дважды, один, причем написано, что он и Лазаря любил, он и Марию любил, и Марку, представляете, и он выслушивает от людей, которых он любит, как бы, упреки, да, свой адрес. То есть, в своей, как бы, вот, что вот он виноват, что он задержался. Теперь смотрите. А теперь смотрите, 33 стих, что, какая реакция Бога на эти упреки, вот, на вот эту скорбь, все, вот, как он реагирует на это? Он возмутился и расстраивался. Так, да, да, да. Он воскорбил духом, да, и возмутился. То есть, ему стало очень, он очень огорчился, как бы, внутри. Возмутился. Потом, 35 стих. Расслезился. Расслезился, да, то есть, ему не безразлично Богу. Смотрите, понимаете, вот, тоже это немножко такой хороший текст, чтобы показать, что, ну, Богу, он, ему не безразлично страдания людей, на самом деле. Он не, он тоже, он не робот, то есть, он видит плачущих людей, потерявших близкого человека. И он написан, он прослезился. То есть, у него есть, ну, как бы, душа, сердце, да, ну, по-человечески, я так говорю. Вот, это обычно нам так, ну, рисует, как бы, Бога с каменным лицом таким, знаете, которому вообще, который управляет вселенной, да, там. Но тут видно, что в нем есть вот эта жалость, да, какая-то, такое, как бы, скорбь внутренняя. Вот, вот такое, сожаление о том, что есть скорбь, печаль и так далее. И в 37 стих опять, слушайте, опять некоторые из них, одни люди говорят, о, посмотри, как он любил его, а другие, если бы этот не отверстий, отче слепому сделать, чтобы этот не умер, опять он еще, еще третий упрек. Вы слушают от людей, да? И 38 стих опять, скорбя внутренне, приходит к другу. Интересно, да? Ну, мне кажется, что, как бы, ну, это скорбь была его не только из-за того, что, как бы, он сожалел, а то, что он, ну, из-за этих упреков тоже. Может быть, вполне, вполне возможно. Что, как бы, что, вот, он пришел, он уже сказал, что он воскресит, как бы, а они все равно вдвоем. Да, 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 я тоже думаю, я тоже думаю, что это тоже, возможно, связано, да, с этим, что вот это человеческое такое неверие, как-то, знаете, ну, извините, ну, извините, друзья, за выражение. Какая-то глупость такая, немножко, знаете, в каком плане, ну, не глупость, а какая-то такая вот, ну, не знаю, какая-то недалекость такая немножко. В плане, ну, вы же столько видели чудес, вы же знаете, что вы имеете дело, ну, это вы имеете дело, ну, как минимум с пророком и как максимум с Богом, да, например. И все равно, вот, они постоянно сомневаются, они, ну, потому что многие воспринимали Христа как пророка, они не воспринимали его как Бога, да. Но это уже, как минимум, статус, который выше обычного статуса человека, да, то есть, интересно. Интересно, ага, так. Смотрите, вот, сороковый и сорок первый стих, да, вот, интересно. Да, дальше вот именно, что Господь как бы старается напоминать людям все время о вере, да, вот, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. Отлично, да, Бог, Бог человека напоминает, чтобы он веровал. И это же болезнь к славе, помните, было? Это болезнь к славе Божьей, он говорил в самом начале ученикам. Да. То есть, буквально это говорилось так, чтобы прославился Бог. Это болезнь допущенная, чтобы Бог был прославлен, вот, буквально так. Ну, это еще такое, скажу, может быть, сравнение, ну, немножко отойду в сторону. Ну, вот представьте ситуацию, например, ну, возьмем, например, московские куранты, да, ну, к примеру, которые показывают время на башне Кремля, и тут раз, и сломались часы, ну, к примеру, да, и никто не может их починить, вот, никто не может починить. Все, уже там и заморские специалисты приезжают тут, профессора, и тут какой-то парень деревенский, какой-то часовой мастер приезжает и говорит, я могу починить эти часы. Да тебе, да, ну, слушай, тут люди, вон, там, из-за границы приезжают, мастера тут с правительством, а ты вообще тут какой-то деревенский мужик, тут такое хочешь дело сделать. И тут он раз пошел в куранты, раз-два, там, тюк-тюк, и все, и заработали куранты. Вот скажите, какая реакция будет людей на этого парня? Да, и вот тут начнут во всех, на первых страницах, парень из деревни спас куранты, простой деревенский. Да, начнут обожествлять. Да, это просто, друзья, обожествлять. Да, ну, то есть, видите, чем больше, чем больше проблема, тем больше потом прославляет человека, который решил эту проблему. Ну, это просто такая вот, закон общества, да, то есть, проблема здесь хатастрофическая, умер человек. Решить никто ее не может вообще. И тут приходит Христос, и чик-чик, отвалите камень, раз-два, три, четыре, пять, лазарь выходи. И тут выходит лазарь. И, конечно, у людей просто шок от этого. Вот, поэтому это очень много говорит, на самом деле, о Христе, о Боге, да, и это очень много говорит о человеческой природе, о людях. Вот, поэтому эта ситуация была специально допущенная Богом, чтобы имя Христа стало известно, чтобы, ну, это было, как, знаете, такая самая-самая, ну, я не знаю, там, супер реклама, в общем, вот так. Так, его, его сверхчеловеческих способностей, вот так. Вот, интересно, интересно, как бы, ну, все так на пике, но, вот, как бы, развязка была потрясающей. Хорошо, друзья, что-то еще мы здесь узнаем о Боге? Конкретно. 41 стих, 42 стих. Ну, тут можно, не знаю, сказать еще то, что Христа, на самом деле, была, как бы, ну, была изначально эта сила. То есть, это молитва, как бы, для людей больше. Да, да, кстати, тут так и говорится, да, что, ну, это сказал для народа стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. То есть, что хотел, то есть, он показывает, что отец его слышит, он благодарит отца, но это благодарит он даже, как свидетельство для людей, чтобы они услышали, что Христос – это посланный Богом, спаситель и Бог, ну, как бы, Мессия. Интересно, да? Ну, там просто была же еще такая проблема, что часто Христа обвиняли, что он самозванец, что он на себя называет сыном Божьим, как бы, ну, там пытались его, как бы, и он специально хотел показать связь свою с отцом, как бы, что он не сам от себя пришел, а его припослал Отец Небесный. И в знак этого Лазарь был воскрешен. Это было подтверждение того, что Христос был послан Богом, Мессия, Спаситель мира. Интересно, да? Не правда ли? Хорошо, друзья, ну, в принципе, еще можно было бы последнее что-то, ну, добавить, как бы, одну мысль и перейти ко второму вопросу, может быть? Ну, еще о Боге, да, то, что когда люди, ну, это уже прям по самым последним стихам, когда люди видят славу Божью, да, чудеса, которые творит Бог, они приходят к вере. О, отлично, да. То есть, по сути, ну, как бы, работа Божья, да, приводит человек к вере, как бы, вот так. Да. Практически, как бы, то, что вот это чудо, оно в людях пробудило веру, да? Да, но также, с другой стороны, это чудо и в других людях не пробудило веру. Наоборот, еще больше ожесточений. То есть, чудеса Бога, они, как бы, или от Бога, они могут делать двоякую такую вот роль, да? Да, с одной стороны, они пробуждают веру, а с другой стороны, они, как бы, для некоторых людей это такая опасность становится, типа, ой, смотрите, это же если сейчас не вовсе тут уверуют, все, нам тут, понимаешь, наши кабинеты надо оставлять уже, выходи тут с кабинета. Вот. Интересно. А последнее, что я хотел сказать про Бога, что, друзья, ну, Бог имеет силу воскрешать. По сути, это никто не может. Ну, то есть, вот такая у Бога сила. Воскрешать человека, который абсолютно безнадежно умер, уже четыре дня лежал в гробе. И это же не просто он лежал в гробе, друзья, он уже там разлагался уже, уже запах, ну, был вот этот неприятный такой, разложившийся плоти. Это же не просто там, он там долго лежал, как бы. И тем более в жаре такой, ну, как бы, там же жарко в Израиле. Интересно, да? Хорошо, друзья, давайте мы вернемся сейчас обратно, да, и посмотрим, что мы о людях узнаем. Что мы здесь узнаем о людях с первого по шестой и так далее. Мы немножко уже коснулись косвенно некоторых моментов, но вот сейчас мы более подробно разберем. Ну, тут прям можно с первого стиха начинать и ниже. Ну, да, может, то, что мы немного раньше говорили, что люди могут и часто такое делают, ропщут, да, вот когда Марпа и Мария все время вот сетывали, да, на то, что все-таки Бог не успел. Да, да, люди могут быть, проявлять недовольство, да, то есть Богом, люди могут быть Богом недовольны его скоростью реакции на молитвы, да, на просьбы. Я бы одну такую мысль хотел сказать сейчас, Анечка. Нет, давай ты все-таки скажи, я потом, хорошо? Я хотела сказать, вот если изначально смотреть, вот в третьем стихе все равно они приходят к Богу со своими проблемами. Они все равно пошли к Нему изначально. Абсолютно верно, да, тоже правильно. Можно, у них было другое ожидание, но они пришли. Да, в принципе, они к этому пришли вначале с просьбой, а потом уже у них было недовольство, потому что Бог, ну, Христос не ответил им на просьбу, да, вот, но просьба была. И смотрите, как интересно они эту просьбу доносят. Господи, кого ты любишь, болен. Понимаете, это такой интересный, такой прием, как бы они делают, такой прием интересный используют, для того, чтобы как бы побудить Христа к действию. Что вот ты понимаешь. Смотрите, я еще хотел одну такую мысль сказать, на что обратить внимание, что люди болеют, и даже хорошие люди. Лазарь это был хороший человек, он не был грешником. Хорошие люди тоже болеют, и причем болеют смертельной болезнью. Вот, и это, кстати, здесь вот четко видно, ну, тут. Еще какие мысли есть? Четвертый стих. Кстати, друзья, любимчики болеют Божьим. Лазарь-то любил-то Христос Лазаря. И Марфу любил, и Марию любил. И они, и вот все равно, даже любил Бог, и они вот заболели. Вот как это так, да, интересно. Интересно. Дальше, друзья, какие мысли еще? Ну, не всегда болезнь у людей, это наказание очень часто, даже среди верующих. Абсолютно верно. То есть, если что-то не так получается, это значит, что у тебя где-то есть грех. Да, 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 абсолютно верно, абсолютно согласен. То есть, есть болезни, которые допускаются к любимчикам Божьим, ну, в кавычках я так, с определенной целью прославить Бога. Да, вот интересно. Видите? Но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Это четко была болезнь, ее была цель, допущена болезнь для того, чтобы был прославлен Христос. Вот его подчеркнуть, вот эту божественность, связь с отцом, да, то есть, вот в этом, именно в этой ситуации. Отлично. Что еще мы здесь узнаем? Шестое из них и потом уже ниже. Вы знаете, кстати, вот, вспоминая вот Евангелие, и очень редко встречается, где подчеркивается, что Иисус любил конкретно каких-то людей. Вот кто из героев, например, Евангелие, вот на вашу, как бы, вот в вашей памяти, о ком было написано, что он был, ну, его любил Христос? Иоанн. Иоанн, да, интересно. То есть... Который пишет это. Что-что-что? Который пишет это. Да-да-да-да-да-да-да. Вот вы понимаете, то есть интересна такая особенность, что не каждого человека подчеркивается, что его любил Христос. Но почему-то так. Ага. Хорошо, друзья, давайте мы тогда продвинемся, может быть, с 20-го уже стиха. Ну, мы немножко говорили о том, что когда мы обращаемся к Богу, это не значит, что Бог сразу же нам отвечает на наши молитвы и пользу. Вот. Мы же об этом немножко говорили. Еще, друзья, с 20-го стиха и ниже. Какие здесь? Видно, ну, что мы здесь видим о людях, да? Сейчас, секундочку, я отвечу. Я отвечу на телефончик. Сейчас, извините, сейчас, секундочку. Так, друзья, что мы здесь узнаем, да? Ну, мы слышим упреки, но все равно упреки вместе с надеждой. Ну, и теперь я знаю, что, да, упреки, но с надеждой. Да, то есть есть элемент такой все-таки веры и надежды, да? Ну, надежда даже больше, что... Ну, ладно, Господи, ну, уже, типа, как говорят сейчас этот, такое вот слово, типа, ну, проехали уже эту ситуацию. Ну, в общем, воскреснет потом уже, да? Когда все будут воскресать. Вот, интересно, что... Ну, вера есть в воскресении мертвых в будущем, да? То есть, что люди будут воскрешены. Вы знаете, вот интересно... Ну, как-то, знаете, вот я вижу вот здесь, в этой истории, что вроде бы как Марфа и Мария, они верят Христу до определенного момента, но они не верят во все его могущество. Представляете, вот это особенность. Вот они его верят только кусочек. То есть они верят, что он может исцелить, но то, что воскресит, ну, как бы не видно здесь, что у них была вера в то, что у него есть сила для воскрешения. Это тоже такая особенность человека, что ограниченная такая... Ну, вот, в общем, как-то так. Вот какой-то наполовину вера, знаете, такая. Вот, что сомнение во всемогуществе Божьем, вот так вот есть. Что Бог как будто может, но не на полную катушку, а на чуть-чуть как-то вот так что-то сделать. Ну, вот они говорят, что вот... Ну, и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. То есть они уверены, что Бог Иисусу поможет, но, наверное, переживают, чтобы Иисус не забыл про них. Вот именно про них. Ну, да, такое вот узко такое. Да-да-да-да. Про себя, про себя. Забыли именно про меня. И мы знаем, что ты всем поможешь, но вот я, вот я... Ты ж меня любишь. Такая лесть. Лесть немножко такая, да? Да-да-да-да-да. Вот интересно тоже как-то вот 26-27 стих, вот если взять, она говорит ему, да, Господи, я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который должен прийти в этот мир. И сказав это, пошла и призвала, да? То есть, смотрите, интересно такой переломный момент получается. То есть, вот, когда она как будто бы, он ей напоминает о том, что он воскресение и жизнь, то, по сути, он как бы Бог. Вот у нее как будто бы включается вот этот момент понимания, что стоп, так это же он действительно грядущий в мир Мессия. И она как бы утверждается в этом, да, я верю, что ты, что это ты, да? Вот он, ты Господь, ты Господь, да? И вот то же самое происходит с Марией. То есть, вот здесь наблюдается, смотрите, что интересно наблюдается, то есть определенное продвижение, вектор усиления веры человека, да? То есть, например, от того, что мы просто, мы просто вот молимся про то, что исцелится, вот. А потом, а потом как бы вот мы уже верим про то, что, по сути, это вообще, ну, как бы Бог, вот, поэтому и для него нет ничего невозможного. Вот, вот интересно, да? Очень интересно. Хорошо, друзья, смотрите. Ну, в принципе, мы уже достаточно немало поговорили про саму ситуацию, да? Давайте немножко посмотрим, ну, немножко ниже, да, просмотрим сейчас. Ну, можем, в принципе, опять же таки, да, может, там немножко говорили о том, что и люди начали упрекать, да, которые пришли утешить иудеи. Вот. Смотрите, вот с 40-го стиха, да, что мы здесь о людях узнаем. Ну, даже, вот, может, даже с 41-го, 42-й, вот про людей, да, что-то мы здесь узнаем. Через свою веру в Бога люди будут видеть его славу. Так, хорошо. То есть людям, людям порой надо увидеть какое-то знамение, да, то есть, и через веру в Бога имеется в виду, можно, если чуть-чуть пояснить вот этот момент, что люди будут видеть славу через веру в Бога кого? Христа или... То есть вот тут вот такой момент. Ну, я, например, вижу, я тут понимаю такой момент, что иногда людям надо, ну, даже вот, когда Христос говорил вслух, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал все это для народа здесь стоящего, что поверили, что ты послал меня». А видите, иногда людям надо услышать, то есть вот эту молитву он сказал вслух, то есть он не говорил в том плане, что он сомневался в Боге, он это говорил для того, чтобы люди услышали этот диалог с Богом, и они уверовали в Него, как в Мессии, и посланного Христа. То есть это интересная такая особенность, что людям иногда надо иметь вот такое свидетельство, чтобы уверовать. Да, и вот 45-й стих тоже, в принципе, такое завершающее такое действие имеет. Тоже мы что-то про людей здесь узнаем, немножко картуались раньше, как бы может быть еще раз можно, можем как бы здесь на это сделать упор. Ну, мы видим, что люди разделились на тех, кто уверовал, и тех, кто пошли, ну, как бы, но не то, что пошли, испугались и пошли доложить. Да, то есть, смотрите, вот два слова есть, 45-й, 46-й стих. Спасибо, Ирина, абсолютно верно. Многие из иудеев, а некоторые пошли к фарисеям, да? То есть, смотрите, вот многие уверовали в него, а некоторые пошли. То есть, видите, все-таки количество уверовавших в Христа было больше. То есть, но были также некоторые, которые увидели в этом чуде угрозу. Многие увидели, наоборот, надежду и увидели что-то удивительное и хорошее, положительное, а некоторые увидели угрозу в этом, хотя чудо было явлено для всех. Это было потрясающее чудо. Я представляю, например, вот представьте, у нас бы, например, мы были свидетели того, чтобы у нас умер какой-то сосед, например, и тут раз приезжаем в морг, а тут он выходит такой, здравствуйте, из холодильника такой вылез, как бы, говорит. Я просто интересно, что вот вообще как это? Вот такой момент. Человек в холодильнике четыре дня продлежал, потом вот такой встал, отряхнулся, говорит, что-то мне морозит, но все-таки пойду домой. И я понимаю, что это у людей бы шок просто был, что это произошло вообще. Поэтому, видите, я просто, честно говоря, удивлен, что среди вот этих многих появились некоторые, которые все-таки заподозрились здесь какой-то угроза. Но это, видите, это правда жизни. Интересно, да? Хорошо, друзья, смотрите, мы отлично проработали текст, я так думаю. Если что-то, кто-то хотел бы добавить к этому тексту, мы перейдем к третьему вопросу. Что-то, что мы могли бы добавить к этому тексту. Сереж, а что вот современное учение говорит о том, какие сейчас вот такие вот яркие проявления, доказательств? Ну, то есть, есть ли такие вещи, которые происходят сейчас? Ну, да, потому что я вот вижу, что все время через Иисуса, Иисус и Бог через Него, они все время пытались людям доказать, что, ну, как они, доказать свою силу, свою власть, то есть, вот, преклонение к себе, ну, как ждали, веру в себя, как бы настраивали людей на веру в себя и все время доказывали свое могущество. Вот какие сейчас современные доказательства, что современная наука, Библия, что она об этом говорит сейчас? Ну, видите, есть... Или перестали, или Бог перестал этим заниматься? Смотрите, есть как бы две точки зрения основные, которые вот мы сейчас наблюдаем в связи с подобными событиями, да? Одна точка зрения говорит о том, что, ну, как бы они были, они перестали, да, эти чудеса, знамения и так далее. Вот. Ну, якобы они перестали там во втором веке, чуть ли там не до второго века, там все перестало. А другая точка зрения, что... давно уже. Что-что? Что-что? Давно уже перестали, да? Со второго века, да? Ну, да. Вот есть такая точка зрения, меня не слышно, достоинства. Не-не, все нормально, все нормально. Есть точка зрения, что наоборот, все продолжается, как бы вот, есть целые, ну, такие там собираются стадионы, там, проводят там массовые такие вот, ну, так называемые служения, исцеления и так далее, да? Вы понимаете, я, как бы, моя точка зрения такая, что, ну, с одной стороны, ну, Божью силу никак мы не можем, ну, как умолить, да? То есть, ну, Бог, он не перестал быть могущественным, да? Он великий, он бесконечно могущественный, да? Это с одной стороны, да? Но с другой стороны, есть такая проблема, что мы живем в мире лжи, то есть, очень много фейка разного и люди очень любят себе набивать лайки, как бы, и направо, и налево, и кому не попадет, да? Поэтому, я думаю, что тут надо быть все-таки занимать какую-то среднюю позицию, вот, Потому что будет неправильно говорить, что Бог перестал действовать в этом мире, потому что Он не перестал действовать, и я, например, тому свидетель, когда, ну, действительно, у меня была болезнь и очень я тяжело болел, она была неизлечима, эта болезнь, и через эту болезнь я пытался найти, вот, много ответов на вопросы было, и когда я пришел... Я не сказала, что Он перестал действовать, я сказала, что Он перестал доказывать, вот... Не-не, видите, вот тут вот такой момент, что, ну, самое большое доказательство того, что Бог действует поныне, это измененная жизнь, на самом деле, почему, потому что вот это то, чем, ну, никак ты не можешь это подделать, да, например, вот у нас церковь, где мы были, ну, с моей Анечкой, вот, в Украине, у нас было три центра реабилитации для наркоманов, два мужских, один женский, да, то есть, это люди настолько были кончены и отброшены обществом, что, друзья, их даже родственники не принимали домой, то есть, это не просто, многие вели, бомжевали просто, потому что от них смердело, они болели туберкулезом, многие из них ВИЧ болели, и они попадали в центр реабилитации, вот, который был при нашей церкви, да, и ты просто видишь, как на глазах человек, он просто, во-первых, приходит в сознание, он бросает алкоголь, он бросает наркотики, он восстанавливается физически, буквально, буквально, а больше того, человек начинает читать, человек начинает проповедовать, человек восстанавливает семьи, у них еще дети рождаются, друзья, то есть, это то, что... Ну, в принципе, то же самое, как выходит из той пещеры, в принципе, то же самое, только, ну, как другим способом. Да, вот мой товарищ, я его, он как раз у нас, я немножко про него рассказывал, но это не происходило, как шоу, знаете, там, ой, ребята, давайте сейчас мы помолимся за Вадима, он там наркоман, сейчас мы там... Это как-то происходило абсолютно естественным образом, но как-то чудесно естественным, то есть, например, к нам попадает на реабилитационный центр, парень, ему было 42 года, туберкулез в кости, наркоман с 10-летним стажем, отсидел в тюрьме, боксер в прошлом, спортсмен, ходить не может, гниет сустав, то есть, человек просто, ну, выброшенный на обочину, как-то, Весь букет, весь букет. Да, то есть, попадает, проходит он реабилитацию, попадает в туберкулезный диспансер, а там начинает библейскую группу вести, вот, ну, хотя он вчера наркоман просто, вот, потом мы ему там всеми силами сбросили, с деньгами сделали ему протез в ногу, мы ему делали операцию, очень дорогостоящую, он проходит реабилитацию, начинает служить, а у него еще и ВИЧ, при этом все, то есть, причем он проходил полностью, вот, и вот за пять лет, представьте, человек полностью восстанавливается, к нему возвращается жена и двое детей, он приобретает профессию и через пять лет идет сдавать анализы на ВИЧ, у него ВИЧ не обнаружили, нету ВИЧа, и врачи с вот такими вот глазами говорят, Вадим, а как вы лечитесь? Он говорит, вы знаете, только молитва и меня Господь Иисус Христос лечит. Они в шоке просто были. Потом я просто знаю такие случаи, например, тоже одна из церквей, когда у человека был рак, реально рак, причем какая-то очень тяжелая стадия там, и он получает исцеление, он приходит на обследование, рак не находит, врачи просто в шоке, что произошло, куда делся рак. Ну, понимаете, опять же таки, тут надо быть, такой занять позицию, что вот как здесь написано, что это болезнь к славе Божьей, да, не всякую болезнь можно исцелить чудесным образом, но есть болезни, которые Бог использовал для того, чтобы на себя обратить внимание и показать, что я Бог. Вот, например, вот возьмите Ника Вучища, да, например, знаете, да, это «Без рук, без ног», он такой очень известный в мире проповедник, буквально он несколько лет назад он был в четверке самых успешных мотиваторов мира. Друзья, у него руки и ноги не выросли, у него до сих пор нету ни рук, ни ног, но у него есть жена и трое детей, он ездит, людей, людям проповедуют, очень многие люди пришли к Богу, они, глядя на него, просто понимают, что человек без рук, без ног, он счастливый, он живет полноценной жизнью лучше, чем многие с руками и ногами и с финансами и со всем остальным. Понимаете, мир сейчас такой, что не так все как бы однозначно, то есть нельзя сказать, что вот только вот так, например, поэтому я верю, что Бог работает, Бог работает неординарно, у Бога есть определенная цель, и каждый человек это вообще удивительный, удивительный план Божий, вообще вот так, но доказательств о том, что Бог действует, их очень много. Хотел бы только бы человек их на самом деле в этом разбираться. Ну, не спорю, есть, конечно, и манипуляции, есть, и неправда, я не спорю, есть такие случаи, поэтому и не без этого, но и также есть немало действительно вот как бы достоверных фактов, когда люди исцеляются, люди меняются, и действительно дело, это чудо Божье, вот такая вот ситуация. Ну, скажем, вот такой немножко ответ у меня неоднозначный, только в этом плане. Вот. Еще хотел сказать, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Ну, я надеюсь, Ирина ответила на этот вопрос, как бы. Конечно, да, просто, ну, я к тому, что я не говорю, что я не вижу, что Бог действует, я вижу это и на себе, и на многих примерах, просто здесь это описано, как шоу, а сейчас в жизни, вот я, допустим, этого шоу не вижу, и я, меня интересно, может быть, Бог перестал, как бы, доказывать, ну, раз вот люди, он, ну, как их, убеждал, 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 они все не верят и не верят, думаю, может быть, он перестал просто убеждать, что он есть. Ты привел такие примеры, что в самом деле я вот эту вот историю с этим наркоманом могу, ну, как поставить в параллель к выходу из пещеры вот этого вот умершего, это очень, как бы, это очень, ну, ситуация похожая, но она не может быть скопирована, но смысл тот же. Смысл тот же. Да, вот недавно у нас был такой случай, и одна семья, они бывшие наркоманы, муж с женой, она сама из Брянска, девочка, вот ее к нам на центр привезли, она весила 39 килограмм, 15 лет, ну, внутривенной зависимости. То есть там уже колоть просто было некуда. Уже просто, и пастор, который вез эту девочку, он сам, ну, российский гражданин, он пастор церкви в Украине, в Киеве, он говорит, я просто еду на украинских номерах и просто молюсь, чтобы она у меня не умерла в бусе, потому что, русский на украинской машине с российской гражданкой, потому что ее просто так родственники отдали и сказали, Леша, если вы что-то с ней сделаете, это просто, говорит, это просто чудо будет. 15 лет, приехала на центр в очень тяжелом состоянии, тоже букет там целый был всего, это я просто знаю, ну, знаю эту семью, проходит реабилитацию, освобождается от наркотической зависимости, выходит замуж до такого же наркомана, как и она, который, ну, уже в чистоте, они выходят замуж, и сейчас у них два прекраснейших, красивейших ребеночка, абсолютно здоровеньких, и все. И вот они, она сама сейчас работает с наркоманками и с алкоголичками, как бы помогает, она на центре служит им, потому что, и это, понимаете, это ты, когда смотришь на эти судьбы людей, ты просто понимаешь, что это только Бог может такое сделать, то есть это, это по-человечески, оно просто никакие в рамки как бы не входит. Просто смотрите, еще такой надо учитывать момент, что часто Бог говорит на человеке, на языке культуры, да, в каком плане, смотрите, в то время, когда Христос, ну, как вы правильно заметили, было сделано вот это шоу, да, например, это тот язык, на котором Христос хотел донести евреям, что, ребята, я Бог, я Мессия. Сейчас мы живем немножко в другой культуре, и Бог точно так же продолжает людям доносить эту истину о своем великом присутствии, только, может быть, использовать другой какой-то язык, понятный для людей, понимаете, например, язык исцеленного наркомана, да, то есть это, что в культуре у нас бытует, что наркоман – это конченый человек, которому просто нету шанса вообще, то есть, и есть еще таких парочек мыслей, что, если один раз укололся, все, тебе уже шанса нет, ты пропал, да, потом такие мысли, что человек может поменяться только до пяти или шести лет, уже дальше он поменяться не может, ну, то есть много-много вот таких вот шаблонов, заготовок, которые люди, вот они в них верят, и когда происходит вот такое сверхъестественное какое-то против этого шаблона, то для многих это очень потрясающе вообще происходит, это чудо просто, что действительно это Бог сделал, ну, то есть Бог часто использует тоже ценности в культуре, да, для того, чтобы показать вот свой вот такой, сверхъестественное влияние на эту ситуацию. Ну, как-то вот так, я думаю, что, вот, опять же таки, ну, по-разному, по-разному бывает, вот тут, конечно, так. Хорошо, друзья, давайте будем делать итоги, и вот как бы, вот этот текст, что я буду делать, что он мне говорит, давайте поделимся друг с другом, я думаю, это будет очень интересно, ну, к чему вас этот текст побуждает, как бы, какие мысли, идеи, не отвлекать Бога, когда получаешь такой ответ, который ожидал. Хорошая, хорошая мысль, хорошее, спасибо. Да, да, отлично, спасибо, Аня. Еще, пожалуйста. Ну, вот тут вот, как для меня, лично, такое, что, что на болезнь, ну, то есть, именно вот болезнь, надо воспринимать, как, которая тоже может оказаться славой Божьей, которая будет исцелена, да, будет пройдена, вот. да, это очень хорошо, да, это очень, спасибо, Вера, да, это очень классно, что вы на это обратили внимание, потому что, сильно, ну, ну, и тут, знаете, часто как, ну, как, это Лазарь, это же Божий любимчик, как он мог заболеть, мы же любимчики, мы же должны быть здоровы, вот, а мало того, еще Лазарь заболел, любимчик, еще Марфа и Мария, которых тоже любил Иисус, он еще их начинает, тут понимаешь, этот, как бы игнорировать, да, вы понимаете, то есть, а тут оказывается, тут очень глубокий смысл в этом заложен, что, что Бог, он имеет вот такой суверенный, какой-то подход, каждой ситуации, и вот он знает, для чего это, как это делается, какая у нее цель есть, и есть определенный, такой вселенский замысел в этом все, вот такой неоднозначный подход, да, я абсолютно согласен, ну, я, кстати, часто к себе так применяю, Сережа, как это у тебя может позвоночник болеть, тебя же Бог любит, вот, ну, а почему бы ему не болеть, если Лазарь умер вообще, вот, но если Бог хочет через это прославиться, или на что-то мне указать, или просто сказать, Сережа, займись, короче, своим здоровьем, давай хоть зарядочку какую-то будем с утра делать, или что, вот, тут мне уже часы об этом часто говорят, вы еще, вы сегодня не разминались, вот, ну, пора, значит, если ты не понял, то на тебе, разомнись, как бы, ну, да, да, абсолютно согласен, да, спасибо, Вера, отлично, может быть, Ирина хотела бы поделиться тоже каким-то, вот, таким открытием, может быть, каким-то решением, вот, я же все на себя примеряю, примеряю, мы только на себя, я только на себя, я же на себя примеряю, поэтому я думаю, что все мои мечты, планы, Бог знает, когда им нужно сбыться или не сбыться, я от себя делаю все возможное, а ему решать, ну, вот, как бы, я так. Отлично, отлично, спасибо большое, спасибо, Ирина. Ну, для меня тоже, как бы, такое применение, знаете, что, ну, так, немножко повторение такое, что, даже если ты делаешь хорошую вещь, это не значит, что это всем понравится, вот, всегда будут люди, многие, которые могут поделать, это и не нужно нравиться всем, да, то есть, как говорил мой товарищ, я не 100 долларов, и всем нравится, как бы, но это для меня, это да, еще, Сереженька, извини, что я тебя перебиваю, еще, вот, я сейчас, ну, слушай, я это и понимала, и говорила, ну, вот, очередное доказательство, наверное, что Бог меня любит, это то, что Он мне дал в 55 лет, новую, как бы, ну, вторую попытку, то есть, Он мне дал мужчину, Он мне вывез меня, пусть это было непросто, то есть, я вышла замуж и переехала в другую страну, ну, как-то, то есть, Он мне дал второе дыхание, ну, разве это не чудо Божье в отношении меня, это так и есть, это так и есть. Да, это чудо, это абсолютно верно. И поэтому я, и поэтому я очень надеюсь, что если Он меня любит, то, будет мне помогать дальше. Ну, как бы, я же все на себя примеряю. Конечно, видите, вот, кстати, вот тут много говорилось о том, что Иисус любит, да, как бы, Он любит тех, любит этих, вот, на самом деле, Библия говорит, что Бог, и Бог есть любовь. Бог есть любовь. Да, ну, Бог есть любовь, видите, вот буквально, вот, если мы, например, пытаемся понять, что такое любовь. Так вот, Бог есть любовь. Не любовь есть Бог, понимаете, да, то есть, тут игра слов. Любовь, это не Бог, но Бог, это любовь, потому что любовь, это не, это не личность, да, это, это некое чувство, это некое, вот, ну, тут есть игра слов, как бы, но тут надо понять, что любовь, это не Бог, но Бог, это любовь, вот, это немножко философский такой подход, но многие этим манипулируют, но, о чем это говорит, о том, что мы говорим часто, что Бог, это судья, там, и так далее, но тут как раз наоборот показывается сердце Бога, да, что он любит человека, он переживает за человека, он пытается, он скорбит, если его не воспринимают, его любовь, да, потом, потом он сам прослезился от того, что, ну, как бы, и, ну, видя скорбь, вот это все, поэтому мы должны помнить, да, Бог есть любовь, вот, он нас любит, конечно, конечно, нас любит. Да, так что, друзья, такой замечательный текст, очень хороший, как бы, и, и второй такой момент, что, по сути, Христос, это и есть воскресение жизни, вот, человек, который будет веровать в Христа, не увидеть, смерти во век, то есть, по сути, это дверь в вечную жизнь, то есть, опять же, для чего нам нужно веровать в Христа, потому что, Христос, это дверь в вечную жизнь, вот, по сути, вот, вот она, вот так вот, вот эта реальность, вот, без Христа нет воскресения, без Христа нет вечной жизни, вот, поэтому это еще раз, об этом текст этот повторяет, он еще раз нам, нас, ну, перенаправляет наше внимание на вот вот эту такую вот вот эту истину, да. Хорошо, друзья, тогда у меня есть предложение нам сейчас помолиться, поблагодарить Бога.